Добрый вечер! У нас один спикер убежал, поэтому сразу начнём. Тема большая, хочется побольше передать, поэтому лучше оставим побольше времени и, если будет возможность, попозже после собрания тоже помолимся. Мне кажется, что времени не будет. Немножко хочу напомнить для тех, кто был, для тех, кто не был, о чём говорили в прошлый раз. Помните, что это такое? Мишень? Да? Это храм? Иисус Христос сказал, что вы храм, мы храм. Новый Завет нам даёт такое понимание, что мы храм, на самом деле. Что Бог не живёт в храмах, рукотворённых людьми. Бог живёт в людях. Бог живёт в человеке. Но через Ветхий Завет мы имеем с вами принцип храма. Построение храма. Как Бог сказал Моисею, сделай так, как ты увидел на горе. И Моисей постарался это сделать. Сначала через Кинью, потом Соломон построил храм. И этот храм имел несколько уровней. Мы уже говорили, внешний двор, внутренний двор, святое, святое святых и ковчег, откровение. И я хочу напомнить, что я хочу через это передать. Что это является устройством духовной жизни человека. Духовным принципом человека. И то, что мы в прошлый раз говорили, где находится сам смысл. Потому что проповедь и то учение, которое я пытаюсь сделать для вас, оно называется суть христианства. Или смысл христианства. Или откровение. И мы что говорили, что все было построено ради этого. То, что видно снаружи, видно это всегда. И в наших жизнях так же. Часто то, что видно в человеке, это видно то, что снаружи. То, что внутри, то, что скрыто, то, что в самом центре часто никто не видит. Но именно ради этого и был построен весь храм. Так ради чего же был построен храм? Вопрос. Что является смыслом? Что является центром? И мы поняли, что святое святых не является до конца нашей целью в Боге. Что святое святых оно тоже для чего-то нужно было. И в святом святых что стоял? Ковчег откровения. Это выглядел как ящик с крышкой. Там над ним стояли херувимы. Ну красивый ящик, золотой. И мы можем подумать, в чем же смысл христианской жизни, да? И выглядит это все как, на самом деле, реликвия такая, очень мощная, да? И часто мы как люди, потому что люди, они по своей, так сказать, натуре, по своей природе, мы все равно, вот мы к земле привязаны, мы религиозные. Хотим мы того или не хотим. Мы все равно, нам нужны какие-то образы, нам нужны какие-то такие моменты, за что зацепиться. Но Бог даже в начале сказал, что не рисуй никакого изображения, не пытайся меня изобразить. Не пытайтесь создать богов руками своими, да? Потому что, ну, это все не отражает меня нисколько. Но, тем не менее, Он дает нам такую вот конструкцию храма, для того, чтобы мы могли, опять же, не начать поклоняться этому ящику, да? Потому что, ну, если так тоже взять, можно начать поклоняться этому ящику тоже, да? И сказать, что вот он, ящик золотой. Но смысл ящика в чем? Смысл ящика в том, что в нем что-то лежит. Правильно или нет? Ящик же для чего-то делается. Ящик же не делается просто ради ящика. Работа ящика что-то в него, чтобы что-то в него сложить, что-то в него скрыть. И поэтому вот, ну, я понимаю, что я сейчас кручу кругами, да? Но я все равно понимаю, что именно вот крутя кругами мы можем проникнуть в суть и в смысл. Потому что все через это я хочу вам передать определенные вещи, определенные смыслы. Что вот просто представьте, если из этого убрать серединку самую, что получится? Получится религиозный фанатизм. Понимаете? Получится религиозный фанатизм. Жестокая религия, которая не имеет никакого смысла. Вот просто мы убираем отсюда. Что мы убираем отсюда? Мы убираем отсюда смысл. Понимаете? То, что я вам хочу передать. То, что у христианства. То, что в том, что сделал Иисус Христос. В том, что хочет нам передать Бог. То, куда нас Бог хочет привести. Он хочет вдохнуть в нашу жизнь, внести, привнести в нашу жизнь смысл и суть вещей. Потому что если мы уберем из христианской жизни суть и смысл, то мы получим просто фанатичную религиозную веру. Понимаете? То, что на самом деле будет просто человек. Когда снаружи это может выглядеть часто очень красиво. Очень, как говорится человеческими словами, набожно. Но смысла в ней не будет. Поэтому это существует все ради этого смысла. И цель наша вообще вот того учения, которое я хочу дать. Вот может быть вот это будет еще одно. Что есть определенная цель всего этого. Чтобы... Почему я вообще начал этим заниматься и что я в этом вижу? Я вижу на самом деле в наше время очень много христиан, верующих. Которым не достает смысла. Которым не достает сути. Которые вроде когда-то пошли. Которые начали идти в своей христианской жизни. Или даже делают вид, что идут. Но... Что-то не работает. Поэтому да, мы видим, что ну... И эта модель такая вот. Она... Это и показывает как раз. То, что существуют некоторые области, которые делают вид духовности. Создают вид духовности. Да? Это я сейчас ну как бы на рисунке храма говорю, да? Но я хочу говорить про нашу жизнь с вами. Которая... Как вот она выглядит. Поэтому цель вот этого учения, чтобы мы все-таки задумались, что есть смысл. Что есть суть. Что есть что-то внутри нас, что должно работать. Понимаете? Потому что... Почему я говорю, что не ящик. Это смысл. Понимаете? Не ящик. Не то, что сотворено как бы людьми. Смысл он внутри. Внутри. Поэтому у ящика есть крышка. И то, что должно произойти с христианином. С любым христианином. То, что на самом деле приготовил Бог для каждого человека на этой земле. Это познать Бога. Познать себя. Познать суть. Познать смысл жизни. Познать смысл бытия на самом деле. И мы все здесь можем только постигать. На всех этих уровнях там есть откровения. Там есть своего рода такие, да? Различные вещи, которые действуют, работают. Могут на время. Они могут нашу жизнь заполнять. Но если мы не принесем в свою христианскую жизнь. В свою христианскую модель. В свое сердце. Этот смысл. То, что наполняет это все. Смысла никакого нет. Понимаете? Какой недовольный, разочарованный человек. Не понимающий. Не могущий ответить себе на вопросы. Кто он? Зачем он? Куда он идет? Для чего он живет вообще? Почему он верит? И так далее. Он для других. Знаете, часто мы как христиане. Мы для других можем ответить на любые вопросы. Но если мы зададим себе настоящий искренний вопрос. Действительно ли есть у меня вот эти настоящие живые отношения с Богом? Есть ли в моей жизни эти настоящие откровения, которые не просто какие-то откровения, которые не имеют для меня какой-то ценности и именно силы не несут? Есть ли такие откровения, которые действительно меняют твою жизнь, которые дают смысл в твоей жизни? Я вам про себя хочу сказать. Несколько лет назад в моей жизни я начал осознавать присутствие этих откровений в моей жизни. Конечно же, они изначально тоже были как бы, да, вот в этапе моей христианской жизни были различные откровения. Но вот эта вот целостность, вот эта вот осознанность того, что я действительно имею эти откровения, то, что они действительно в моей жизни работают на практике, дают мне силы, дают мне радость, дают мне вообще суть и смысл моей жизни. Это осознание пришло не так уж и давно, но оно пришло. Поэтому все, что я хочу вам передать через это учение, через эти учения, это вот именно это. То, что это есть, я вам говорю, это есть. И мы сами знаем, что это есть, потому что мы чувствовали когда-то, да, многие из нас чувствовали этот привкус настоящей духовной жизни, да. Но я знаю, что многие остыли, многие отошли, многие уже перестали просто верить в это, да, что что-то существует. Почему? Потому что вот, ну, вот эта вот крайность, крайность, мы ее можем назвать пустыней. Есть другой образ, да, который мы можем не для этого использовать. Помните, я на прошлый раз тоже давал другой образ, который мы имеем через Библию. Это народ Израиля, который вышел из Египта и который должен был прийти в землю обетованную. Но потерялся вот в этой пустыне между выходом из Египта и между входом в землю обетованную. Вот просто между, понимаете. И это вот примерно та же самая схема, да. Тут, помните, мы говорили, что и суда мимо, и суда мимо, и суда мимо смысл имеет только вот попадание суда в цель, в суть, в смысл. Если мы придем в этот смысл, в эту суть христианской жизни, она заработает у нас, то это будет равносильно входу в землю обетованную. Это будет равносильно выходу человека из пустыни. Потому что, опять же, что была для них пустыня? Пустыня была, я в прошлый раз не затронул это, да, но пустыня была, которую можно было пройти за 40 дней. Вы представьте разницу. Пустыня была, которую можно было пройти за 40 дней. Знаете, сколько они там пробыли времени? 40 лет. 40 лет. Но вы знаете, что просто 40 годами это не закончилось. Они там пробыли до своей смерти, на самом деле. Вот просто они там ходили и не пришли к сути, не пришли к смыслу. Мы можем сказать, наверное, Бог жестокий, вот он так поступил. Не знаю, не буду отвечать на этот вопрос, потому что, ну, это суть, это смысл духовной христианской жизни. Это показывает Бог реальность. Реальность нашу с вами реальность. Библия, это книга про нас, про духовный путь человека, который человек должен пройти для того, чтобы войти в свое предназначение. В то, для чего Бог его сотворил, понимаете? И вот представляете, как просто грустно на самом деле выйти из Египта и не войти в землю обетованную. И там есть, на самом деле, много таких вот моментов, когда иногда говорят, что они не вошли, потому что они не были послушны, потому что они испугались этого народа, Бог хотел вести, они вот такие плохие. И мы о них говорим так, как будто это вот они такие плохие, как будто это вот для них тогда только было, да? Они испугались. И мы должны не испугаться. Ты не испугайся, ты должен войти. Ну, как не испугаться? Если это ты просто, понимаете? Вот то состояние, в котором были эти люди, это просто было их состояние. Они не виноваты были, что они были в этом состоянии, понимаете? Они не виноваты, они просто констатировали факт того, кто они есть на самом деле. И просто, что земля обетованная, она не для них в данный момент. Поэтому вот, и цель моя, цель вот всего этого, чтобы что-то с нами начало происходить. Что-то с нами начало происходить именно в практичном смысле этого слова. Чтобы смысл, он заработал в нас. Чтобы земля обетованная, она стала реальностью для нас. Чтобы вот эта пустыня, бесполезная пустыня, пустыня, ну, знаете, эта пустыня, там же тоже было очень интересно, там были отношения с Богом. Вы знаете об этом? В пустыне были отношения с Богом, Бог кормил их, Бог им давал манну, Бог перепелов посылал, Бог воду из скалы им давал, да? И столб огненный с ними ходил, и облако было над ними, которое вело их, да? То есть были определенные моменты. Но это все символизирует душевное отношение с Богом, понимаете? И поэтому мы иногда смотрим на себя и говорим, ну, у меня же вот и тут Бог мне помог, и там Бог мне помог. У меня отношения с Богом есть. И иногда мы вот на этом останавливаемся просто. Раз отношения есть, раз где-то есть какие-то проявления духовные в твоей жизни, соответственно, мы делаем вывод, что у нас все нормально. Но наша душа, наш дух внутри, он настолько вот, ну, болит, мучается и скорбит, потому что, ну, мы же ощущаем, где мы на самом деле, кто мы на самом деле. Что часто смысла, настоящего смысла христианской жизни и понимания настоящего духовного у нас не хватает. Потому что я все-таки вот все вот это, да, то, что здесь находится, я связываю с пониманием, с осознанностью, с откровением. Почему я и говорю, и почему мы говорим про откровение, почему мы говорим про суть и смысл. Потому что, ну, как мы можем понять суть и смысл? Здесь, понимаете? И сердце наше, это тоже, да, мы иногда показываем сердце, оно здесь. Но сердце это мысли. Сердце это то, о чем ты думаешь. Сердце это то, кто ты на самом деле есть внутри себя, в самой глубине. И вот, как бы, все это связано с нами. Поэтому для меня христианство, на самом деле, это очень высокоинтеллектуальный продукт, если говорить современным языком. Очень высокоинтеллектуальный. И иногда так привыкли говорить, ну, Бог это не формула. И я сам так говорил, что Бог это не формула. И не все так просто, там все сложнее. Бог, да, это не формула, но сейчас я могу сказать, что это формула. Просто это формула из высшей математики, из супервысшей математики. Это формула, в которой есть очень много, как бы, неизвестных, очень много плоскостей, да. Она не вот просто вот, какая-то простая такая формула. А это, на самом деле, вы представляете, если человек придумал, да, в математике создал такие формулы, понял такие законы, что через формулы, через расчеты мы смогли полететь в космос. Мы смогли. Вы представляете, у Бога какие формулы есть просто. Если он вот тоже создавал все, он тоже творец, он как бы все создал, нас создал, все живое создал, молекулы эти создал, да. Вы представляете, куда там ученые залезли, они просто вот, да, есть, как она, макрофизика или микрофизика, не знаю, вот когда вот лезут прям вот в самое-самое маленькое, и там просто вот вселенная целая открывается в самом маленьком. Поэтому вот, ну, на самом деле, Бог, он непростой. И он придумал для людей, как бы задумал вот этот вот план спасения, да, план принятия к себе, план, чтобы привести человека сюда. Но привести человека сюда нерелигиозно, понимаете. Потому что все, что мы сначала впитали в себя, и как люди, и вообще как цивилизация, и поэтому вот религия, вот у нас, для нас религия, мы как с ребятами со старшими все время к этому приходим, что религия это один из самых ужасных, самых злых врагов вообще, которые только могут быть. Вот эта вот религиозность, которая вот, ну, человека просто забивает разум, забивает голову просто бесполезными, ненужными вещами. Еще самое интересное, видимо, без этого тоже нельзя. Потому что, ну, человек должен это все осознанно, как бы, разрушить в своей жизни, отказаться от этого всего. Но Бог, он на самом деле живой, и намного живее, чем часто мы себе представляем. А религия нас пытается вот во что-то такое заключить, какие-то вот обряды, традиции, там, и еще какие-то моменты. Человеческие такие представления, может быть, ну, вы сами знаете, крайности, просто уму непостижимы, какие есть крайности у религиозных людей. То, что это еще и издревле там пошло. Даже вот христианство, оно там, после того, как христианство стало такой имперской религией, если вы знаете, да, там начали продавать реликвиями. Торговать реликвиями, если кто изучал, там, шипы из креста, шипы из венка Иисуса, кусок креста, гвоздь, плащаницы, различные такие вещи, которые вот стали люди хранить, стали им поклоняться. И это вот такой определенный такой путь, путь просто в никуда, путь не туда совершенно. И вот восприятие храма, если восприятие его как просто что-то сделанное руками человеческими, и даже того же ковчега, тех же вещей, если их воспринимать как физические вещи, как что-то такое, да, и мы можем ковчег просто воспринимать как какую-то сильную такой реликвию, сильную-сильную, самую главную, самую мощную реликвию, да, которой прикоснуться нельзя и так далее, то, ну, мы где окажемся своим сознанием? Ну, там и окажемся. Но то, что я пытаюсь сделать, это то, что мы должны понять, что Бог нам показал путь, показал нам, что мы должны смысл понять, смысл и суть вещей. И откровение, и есть этот смысл и суть вещей. И мы с вами говорили, да, первое откровение, помните, которое мы как базовое разобрали, это когда Петр спрашивает, когда Иисус спрашивает учеников, и Петр ему отвечает на тот вопрос, кто, за кого они его почитают, да, он говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. И Иисус ему говорит, блажен ты, Симон Петр, потому что не плоти кровь тебе это открыли, но Отец мой на небесах ты получил откровение, другими словами, это и есть откровение, и на этом откровении я буду строить свою церковь. Из людей, которые получают откровение от моего Отца, из людей, у которых открыт этот разум к разумению истины, к разумению смысла на самом деле, потому что то, что Петр называет его ты, Христос, да, мы говорили, что Христос это не фамилия, Христос это смысл, это титул, это спаситель, это не бесполезная такая вещь. А это именно суть и смысл, поэтому вот на этом мы должны строить. И Христос сказал Петру, что я дам тебе ключи, я дам тебе ключи, которыми будешь открывать, которыми будешь закрывать, да, и мы когда говорим про ключи, и берем какое-то, что делать ключи? Открываю, да, и мы говорим об откровении, то есть я хотел вам сказать, что вот корни этого слова, они совпадают, то есть ключи, они для открывания. И ключи это тоже источник, у нас есть очень хорошее слово, такое русское, что, помните, у нас вот этот вот ключ, который бьет, знаете, у нас тоже это называется ключ, то есть источник, когда маленький пробивается вода, да, ключевая вода, то есть это вот как тоже ключ, источник, и поэтому и откровения тоже являются источниками, источники, то есть и вот это вот как бы источник, суть, смысл вещей, который должен заработать в жизни человека. Поэтому Иисус сказал то, что из чрева потекут реки воды живой, понимаете или нет? Вы понимаете, о чем он говорил? Он сказал, да, и он говорил о духе, который умели принять верующие, и мы опять ждем духа, да, мы ждем духа, когда же нас накроет, когда же нас мурашки у нас побегут, когда нам хорошо станет. Но что Иисус сказал? Из чрева потекут реки воды живой. Он понимал, о чем он говорил. И для меня это тоже он говорил об откровении, об откровениях, которые потекут из чрева, о смыслах, которые начнет человек понимать именно практические смыслы. И давайте откроем еще вот про откровения. Теперь Матфея, 6 глава. Я на самом деле понимаю, что я немножко вас перегружаю вот с этими такими словами, как суть, смысл, откровение. Ну, я понимаю, что сказать просто проповедь вам, да, такую вот красивую, понятную, это мало, потому что я считаю, что, ну, я так к этому отношусь, что, знаете, как вот говорят, повторение, мать учения. И поэтому я каждое следующее собрание, я считаю, что нужно повторять, потому что на самом деле, ну, как вот в школе, учеников забивают информацию, да, вот засовывают прям так, запечивают. Я считаю, что, ну, вот эта информация, именно это учение, да, об откровении, нужно его засунуть, потому что, ну, я прям увидел, как в моей жизни это все функционирует на самом деле. Это все не просто является каким-то таким красивым учением, в которое я верю или еще что-то, но это действительно является чем-то животворящим внутри меня, что просто наполняет мою жизнь. Если так сказать, если вы хотите, чтобы вашу жизнь просто наполняла, то я вам могу сказать, что это наполняет жизнь. Но я вам просто могу сказать, что это еще больше, чем наполняет жизнь, потому что, ну, это, ну, это на самом деле дает и силу, и желание, и делает тебя просто целостным человеком, счастливым человеком. И не просто уже даже человеком. Шестая глава Матфея, с девятнадцатого стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. С самого начала слышал этих стихий. С самого начала, это Нагорная проповедь. И на самом деле смысл в мою жизнь пришел от этих стихов вот буквально два года назад. Когда я действительно, ну, понял, что такое сокровище. И на самом деле я понял, как их собирать, и где их собирать, и вообще, что это за сокровища. Потому что, ну, как я только раньше не подставлял туда свои какие-то значения, да, когда читал я про это. Собирайте себе сокровища на небе. Здесь на земле не собирайте, а на небе собирайте. И приходилось делать вид такое, что понимаю, правильно, собирать на небе. Аминь. Хорошо. И вот часто, знаете, вот так живем. Вот просто вот поняли, вроде как услышали, но на самом деле столько есть, что мы просто услышали, но на самом деле не поняли. И просто вот мозгов у самих не хватает, чтобы вопросы даже задать. Самому себе, или Богу, или духовным людям. А что это за сокровища-то на самом деле? Что это за сокровища? Как их собирать на небе, сокровища? Мы иногда думаем, что это хорошие дела какие-то, которые мы должны делать. Ну, вот я так думал, что это, наверное, похоже больше на какие-то хорошие дела. Ну, многие люди делают хорошие дела. Но мне однажды один из моих таких наставников мудрых сказал, это у него любимая фраза была, что ад переполнен хорошими людьми. Знаете, что хорошим человеком быть мало. Мало, потому что на самом деле хороших людей много, которые просто хорошие люди, не делают другим зла. И я верю, конечно, что хорошие люди, они просто однажды должны встретиться с Иисусом Христом. Они должны встретиться со смыслом в своей жизни. И это и есть смысл быть хорошим человеком тоже, да? Потому что все-таки ты понимаешь, что добро – это правильно, а зло – это неправильно, это разрушение. Но просто быть хорошим человеком – это мало. И просто делать хорошие дела, наверное, это могут быть какими-то сокровищами, но здесь-то написано о таких сокровищах, которые, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. И написано «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». О чем это? Где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть наше сокровище, наши ценности, настоящие наши ценности, не те, которые мы пытаемся другим людям показать, а действительно наши ценности, они определяют там, где находится наше сердце. Что такое наше сердце? Это вот все наше естество человеческое, наши мысли, наша концентрация. И, например, можем на деньгах это разобрать. То есть ты можешь просто посмотреть, о чем ты постоянно думаешь. Часто денег хочется, семью хорошую хочется. Для кого-то это дети могут быть сокровищем, потому что всю жизнь строят вокруг ребенка. А потом раз, время прошло, и ребенок говорит «Отстань от меня». Или еще что-то. Или случилось что-то с ребенком. Правильно? А здесь написано, что не собирайте себе сокровища на земле, где моль, ржа и воры подкапывают. Что такое моль, что такое ржа? Моль – это какие-то явления такие, да, ну, природные, можно сказать. Ржа – это время. Это время, то, что ржавчина, она поедает, просто с процессом времени она поедает. Моль – это вот тоже какие-то такие обстоятельства нечеловеческие, да, и воры, которые подкапывают и крадут. И вот все эти вещи, они на самом деле влияют на ценности, которые здесь, на земле. И я вот, ну, у меня был вопрос. Я понял, когда я ответил на этот вопрос, что такое для меня сокровище, что такое есть небесное сокровище, которое мы собираем, и на которое ничто повлиять не может. Вот не может на него ни время повлиять, ни воры, ни люди, ни обстоятельства какие. Что это за сокровище? Откровение. Откровение, на самом деле. То, что вот те смыслы, те принципы, те вот эти вот суть вещей, которые тебе Бог открыл, их никто не может у тебя забрать. Если тебе Бог это открыл, если ты это в свою жизнь получил, и это действительно начинает являться вот ценностью для тебя. То, что ты уже начинаешь взвешивать просто, что же для тебя ценно в твоей жизни. И ты, ну, я сейчас могу про себя чуть-чуть рассказывать, потому что уже как бы там 17 лет, как я христианин, но осознание пришло недавно. Но это не значит, что у вас должно осознание недавно. Может, я вот получил, поэтому рассказываю вам, что это на самом деле сокровище. Но сокровище это или нет, это будет определять твое сердце. Что это имеется в виду? То есть твои мысли, о чем ты думаешь, где ты пребываешь, что для тебя ценное на самом деле. То, что, может быть, ты вот, ну, вроде как ценное-то, да, но есть вещи поценнее, да, есть вещи, о которых ты думаешь больше, от которых ты думаешь, что вот это для тебя является сокровищем. То есть сокровище это то, что для тебя ценное. То, о чем ты много думаешь, то, где ты вот, твое сознание, оно проводит много времени, вокруг чего ты пытаешься выстроить всю свою жизнь и так далее. И мы знаем много разочарованных людей, да, которые скопили все огромные состояния, да, добились каких-то больших вещей, да, которые, и которые, да, там, тоже семейными ценностями были увлечены, как бы, да, и бывает, что произошли какие-то трагедии или еще какие-то вещи. И что происходит с людьми? Все, у них сокровища украли, ихнее сердце разрушается, ихний смысл, он потерян. Но Бог нам говорит то, что накапливайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ничто не может их забрать. Поэтому вот для меня, я на это обратил внимание только когда уже чуть-чуть накопил. Вот пока у меня их было мало, этих сокровищ, этих откровений, этих смыслов, я как-то сильно не считал их за сокровища. Считал, но откровения о том, что это и есть небесные сокровища, которые у меня уже есть, у меня не было. Но сейчас у меня вот дома тоже ковчег есть, такой беленький ящик, это пуфик, знаете, да, у него с крышкой. И у меня там вот сокровища мои, да. Вот эти вот листочки записанные, проповеди написанные, и все, и реально я осознал, я понял, что ну вот оно, мое сокровище. Но даже если этот ящик, он сгорит там, или я его потеряю, или я там разобраться никогда не смогу, оно уже здесь. Оно уже вот в этих смыслах, которые Бог в меня заложил, именно в практических таких смыслах жизни. Поэтому вот это что касается сокровищ. И произошло еще дальше, чтобы мы поехали, про то, что... происходит с откровением, да, как движется откровение. Можете вот, будете читать Библию, да, просто посмотрите все эти места, где говорится про ковчег, про откровение, как он двигался, куда он двигался, что с ним происходило. Есть очень интересная история, которая произошла с Давидом. Знаете, царя Давида. Когда он воцарился, и ковчег был у врагов там. Ну, потом он уже был там не у врагов, ну, короче, смысл такой, что ковчег попадает, там его враги украли, у врагов проблемы начались очень сильные, когда они ковчег украли. Реально они там болели все, умирали толпами и так далее. Поэтому они этот ковчег взяли и просто отправили на валов, поставили, жертвы принесли и отправили подальше. И этот ковчег прибился там к дому одного человека, не помню, как его зовут. Вы можете во втором царстве найти, первое, второе царство почитать, найти эти истории к одному человеку. И вот этот ковчег какое-то время был у этого человека. И написано, что Бог во всем благословил этого человека. Просто во всех сферах. Там написано, что вот, ну, именно вот наличие ковчега, оно просто было благословением для этого человека. И опять же, да, хочу перестроить наши мозги, чтобы не какая-то реликвия, какая-то крутая, которая пришла в дом человека, которую поставили на самом видном месте и начали ей поклоняться, принесла благословение в жизнь человека. А я хочу сегодня говорить о том, что откровение пришло в жизнь человека, смыслы пришли в жизнь этого человека, начало что-то работать в жизни этого человека. И написано, что пришло благословение во все сферы жизни. Понимаете? Во все сферы жизни. И когда они увидели, когда Давид увидел это, он говорит, нам надо ковчег сюда вернуть, в Иерусалим поставить. И он отправился, отправил там, первая попытка была не очень, потому что сделали какие-то вещи неправильные, но со второй попытки они это сделали, они принесли. И для меня это тоже такой определенный путь человека духовного, вот, что даже, вот, Давид, он был верующий человек, да, изначально. Он победил, благодаря вере, благодаря отношениям с Богом, добился определенных моментов, но откровения еще не было в нем. То есть, я к тому, что, ну, это тоже процесс, вот, чтобы откровение в жизни человека пришло полностью, в совокупности, да, и заработало в его жизни определенный тоже процесс. Ну, вот, и у Давида в жизни так произошло, что, вот, он увидел важность наличия ковчега у себя в царстве, и он его пошел взял. И там был такой интересный момент, когда его несли, Давид, в льняном Ефоде написано, да, он танцевал перед ковчегом. Он просто вот там весь извивался, радовался и танцевал. И его жена, она даже, его как бы пристыдила потом в этом. Что это такое? Царь обнажился, и тут танцует, что скажут служанки, и так далее. Он говорит, служанки твои будут прославлять меня за это, говорит, потому что я это перед Богом делаю. И для меня здесь тоже определенные символы есть, то есть как бы вот осознание Давида, да, что, что сделал Давид, он разделся, он обнажился, он снял с себя царские одежды, да, то есть на самом деле откровение, когда начинает работать в наших жизнях, да, оно снимает с тебя одежды, оно снимает с тебя вот твои одежды, твоего представления, оно тебя на самом деле, что должно делать откровение в жизни человека? Оно должно нас обнажать, как бы перед самим собой. Вот просто вот все, что ты нажил, так сказать, вот эти все одежды, нужно снять, кто ты, для чего ты, потому что, ну, на самом деле, откровение дает нам на себя смотреть, так, как есть на самом деле, кто мы есть на самом деле. И это все то, что приносит вот, ну, встреча с Богом в жизни человека. И у него не было стыда, у него была радость, и это тоже то, что приносит откровение. Это вот те символы, которые я хочу подчеркнуть, что Давид очень сильно радовался, ему вообще все равно было, кто о нем, что думает, потому что он просто вот понимал, насколько важная вещь пришла в его жизнь, понимаете, насколько вот важную вещь он понял, насколько важную вещь он осознал. и он уже там был не как царь, не как какой-то, кто чего-то добился, а именно вот просто как человек, как Давид, как парень, просто и танцевал, да. Но также мы видим, что все-таки когда откровение в нашу жизнь приходит, когда мы понимаем, когда духовная жизнь начинает у нас функционировать, проблемы с людьми у нас могут остаться, потому что вот жена, она, ей не было открыто, это понимание, почему Давид себя так ведет, и что вообще с ним происходит, что это такое вообще. Ну, поэтому, это тоже своеобразный символ, то, что должно с нами происходить, будет с нами происходить, и это совершенно нормально, что не все будут понимать, что с тобой происходит, на самом деле, вот, и твоих действий вообще, и причину твоей радости, да, и что ты вот так радуешься, то, что ты такой, какой ты есть. Ну, мне здесь очень нравится, вот этот вот такой символ, который произошел с Давидом. Сейчас христианство, вот опять же, да, хочу вот на это немножко еще посмотреть, уделяет много забот различным сферам, то есть, часто вот там в церквях, я не знаю, ну, или просто вот в учениях, чуть устал на это все смотреть, вот особенно такой перекос, вот знаете, часто учат там семье, например, учат, вот, есть целые учителя, есть целые конференции, когда просто вот учат христиан семье. Наверное, это нужно делать, да, но мне кажется, что не в таком количестве, как иногда берут, да, или там, например, вот было время такое, сейчас, сейчас все это так назвали христианством, как это, преуспевание, или как это, когда очень много уделяется, вот, преуспеванию, финансам, здоровью, тогда, то есть, и на самом деле это откровение, на самом деле, ну, Бог хочет, чтобы мы были преуспевающими людьми, да, успешными, да, но часто вот пытаемся, вот пытаются такой перекос внести, они не пытаются перекос внести, но вот что происходит, то есть, заострить внимание, заострить внимание на какой-то из областей, семья, финансы, исцеление, освобождение, может быть, миссионерство, духовные дары, все, что угодно, просто если, и что нужно в этой ситуации, и часто люди, увлекаясь какими-то вот этими сферами, впадают в какие-то крайности, и вроде крайности такие, не сказать, что сильно крайние, да, хорошие вещи-то, но если сделать перекос просто, знаете, что такое балансировка, конечно, ну, Евгений, девушки знают, что такое балансировка на машине, на колесе, это когда, вот, есть какой-то перевес массы, и баланс, слово, оно уравновешивает, и поэтому приделают грузелочки, там, определенные, что-то колесо вокруг оси, крутилось, ровно, без вибрации, и если нет балансировки, что происходит? Дисбаланс. Может произойти, печальные последствия могут быть просто, то, что всю ходовку может разбить, и, да так разбить, что восстановлению даже не подлежит, и для меня вот это тоже означает вот этот вот момент, то, что разные сферы нашей жизни, они важны, они хороши, но они все должны работать из центра, из смысла, из сути, из вот этого ковчега, из того, что Бог, как Бог нас видит, кто мы на самом деле, или чему Бог хочет нас научить, научить, через откровение, через, именно, я еще бы так назвал, еще одно слово вам внес, здравый смысл, потому что это тоже об этом, здравый смысл, потому что часто, вот на самом деле, столько глупостей мы совершаем, столько просто неадекватных, неадекватной какой-то борьбы, вы знаете, как христиане, они друг с другом, просто в каких-то моментах, просто зацепляются, баптисты, пятидесятники, адвентисты, и всякие исты, и вы понимаете, что это же все против нас, это все для того, чтобы отвлечь нас от центра, увести нас от смысла, от того, чтобы мы вот, ну, забыли про суть, забыли про смысл, и увлеклись какими-то различными вещами, и это то, что тоже, то, что, та задача, которая, ну, противника нашего, увести нас из этого смысла, увести нас от сути вещей. Давайте мы откроем евреям, девятую главу. Мы читали это в прошлый раз, но я хотел еще здесь заострить на некоторый момент внимание. Здесь говорится про то, как выглядела храм. Помните, девятая глава с первого стиха, что первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и который называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с ману и жезла лааронов, расцветшие и скрижали завета, а над ним херувимы слава, осеняющее очистилище, о чем мне нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первый священник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Вот такое тоже написано слово, оно достаточно такое твердое, требующее такого размышления, разложения, но мы возьмем несколько всего моментов отсюда. То, что я хочу сегодня подчеркнуть. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего. О чем здесь говорится? Трудно понять, но здесь написано, что Дух Святой нам показывает, вот об этом устройстве, вот об этом устройстве, то, что здесь написано, Сим, Дух Святой, показывает, что не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени. Итак, что это еще такое? Здесь написано, что она есть образ настоящего времени. И мы понимаем, что тогда апостол Павел, скорее всего, говорил про свое время. Но я уверен, что это пророческое слово. То, что если в Библии написано, что это есть образ настоящего времени, то это и образ настоящего времени. Понимаете или нет? Образ настоящего времени написано, в которое приносятся дары жертвы, не могущий сделать совести совершенным, приносящего. Таким образом, что настоящее время, мы с вами живем в настоящее время, и это очень сильно нас касается. Знаете, то, что мы стали крестьянами, и якобы вот теперь для нас только Новый Завет, а Ветхий для нас не работает, нет. Для нас работает все вот это вот в совокупности, и Ветхий, и Новый. И Ветхий нам показывает на самом деле суть вещей и образы определенные. А Новый Завет, он дает ключи для этого всего осознания. Поэтому вот эта вот схема, это написано, что это образ настоящего времени. Наверное, вам трудно в это поверить, но на самом деле это и есть образ настоящего времени. Что об этом можно сказать? Что есть образ настоящего времени? А вот то, как мы живем с вами, это и есть образ, ну как бы вот мы живем в настоящем времени, мы вот так живем. Знаете, как мы живем? Мы пытаемся Богу угодить дарами и жертвами. Вот здесь написано, что она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совесть совершенным приносящим. Вы понимаете, что это принцип просто отношений с Богом? Это говорится об определенном принципе отношений с Богом, которое является действительно сейчас настоящим временем для всех христиан. Это для всех христиан, которые не прорвались туда за завесу, которые просто откровением не получили другой принцип в своей жизни. Потому что вот, можете со мной спорить, можете со мной не спорить, я так живу, я это из своей жизни выгоняю на протяжении, вот как я получил это откровение, столько и выгоняю это из своей жизни, чтобы мне перестать платить Богу, чтобы мне перестать как-то вот одаривать Бога чем-то, своими какими-то делами, какими-то жертвами, какими-то поступками. Вы понимаете, это настолько у нас глубоко сидит вот эта схема, что мы должны именно вот так двигаться, внешний двор, потом поближе внутренний двор, дать священнику жертву, он пошел ее тут разделал, там все вроде нормально, к тебе вернулся, все нормально. Понимаете, здесь написано, что которые с яствами, питьями и различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И для меня вот эта вот движуха, вот здесь вот идет движуха, понимаете? И вот эта вот движуха, в которой мы с вами пребываем, просто, она сейчас имеет другую немножко форму. Мы стали более современные, но мы также приходим в церковь, положили пожертвование, мы бабушке помогли дорогу перейти, мы еще что-то сделали, мы, может быть, попроповедовали, может быть, Библию почитали, мы помолились. И все это можно назвать как бы жертвоприношениями и дарами. Если это, ну, такой принцип мы используем, как бы, знаете, о, помолился хорошо, о, почитал Библию, хорошо, молодец. Понимаете, ну, и никуда от этого не денешься, понимаете, никуда от этого не денешься. Я вам, ну, многим из вас, я понимаю, что есть люди, которым надо вообще именно с этого и начинать еще, пока читать Библию, бабушек через дорогу переводить и стараться делать какие-то хорошие дела. Но, по сути, по сути, это написано, это образ настоящего времени. А здесь, знаете, в чем его фишка, этого образа настоящего времени? Здесь написано, что всем Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище. Вот пока мы находимся вот в этой движухе, своей такой, своих представлений, вот этих вот отношений с Богом, основанных как бы на жертве, даже мы христиане, даже мы вот Иисус для нас, но пока Иисус не будет открыт для нас как единственный путь, единственный смысл и единственная жертва, именно та жертва. Вот не просто мы зазубрили Иисус, жертва, умер за мои грехи, слава Богу. Но вот когда это так вот провалится, опустится до уровня вот просто осознания тебя на настоящем таком понимании, которое иногда даже словами не выразишь. И это еще не пройдет, так, знаете, безболезненно. Это вот ты не проснешься однажды, и ты все понял. Поэтому я говорю, что, ну, вещь достаточно сложная, христианство достаточно сложная вещь. И поэтому Иисус говорит, что, ну, многие начали, да, и немногие дошли. И поэтому, вот, ну, вы должны понимать, что смысл имеет только если мы дойдем. Поэтому если не хочешь дойти, нет такой мечты, то лучше не браться, потому что, ну, это разрушает, это пустыня. Понимаете, это пустыня. И народ Израиля, он не просто так роптал, что лучше бы мы в Египте остались. Реально они понимают, что в Египте им было лучше. Потому что там хоть, ну, как бы вот, какая-то ясность была. Пускай работают в рабстве там и так далее, но там вот вода, лук, овощи, их более-менее устраивало. И не было вот этого вот рвания души. Но это самое лучшее. Если мы туда придем, если мы это достигнем, если мы сможем справиться вот с этим образом настоящего времени внутри себя, перестанем, что здесь нужно сделать, то что нам нужно перестать приносить эти дары и жертвы, которые написано «немогущие сделать в совести совершенным приносящего». Не могут. Вы знаете, вот на время. Поэтому мы часто ощущаем, так, мы сделали какое-то хорошее дело или что-то сделали, и вроде как будто бы вот совесть, она чуть-чуть, но она опять, и ты чувствуешь, что она до конца у тебя не очистилась, она тебя до конца хорошим не называет, у тебя твоя совесть. Понимаете? Ощущаете вы это или нет? На самом деле вот совесть, она твоя, которую ты пытаешься накормить вот этими моментами, она никогда тебе не оставит в покое. Понимаете? Она никогда не насытится, она всегда будет оклевать, долбить и так далее. Потому что этот, ну, неправильный, ну, как бы, это вот образ настоящего времени. Это вот то настоящее время, которое мы проживали, проживаем и будем проживать. И люди, я по моему мнению, они вот так вот все равно и будут жить. Поэтому нам, помните, я вас спросил, зачем дан Ветхий Завет? Зачем дан Ветхий Завет? Я считаю, потому что проблема та, которую, ну, Бог пытается решить, и решил, вернее, да, через Иисуса Христа, она настолько сложная. И вот эта формула, она настолько сложная, что нужно именно вот дать сначала вот эту вот толстую книжку, да, для изучения полностью, да, потом дать тонкую и сказать потом еще, что ты теперь вот эту толстую, которую ты изучил, теперь забудь всю. Просто, вот возьми просто, и не просто забудь, а еще выгони ее, попробуй из себя. Вот такая вот наша проблема, она на самом деле сложная, что нам нужно все сначала по одному впитать, да, попробовать так сделать, а потом сказать, нет, не работает, и поэтому Иисус Христос, понимаете, поэтому Иисус Христос. И здесь вот тоже написано, что, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую с химию, нерикотворенную, то есть не таковое устроение, не с кровью козлов и кельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище, и я приобрел вечное искупление. Там дальше можно еще читать. Ну вот он так сделал, понимаете, и поэтому единственная вот жертва настоящая, да, это Иисус Христос. И мы должны понять, что вот все мы должны через эту жертву в свою жизнь впитать и осознать. То есть, ну вот, поэтому вот, ну, мы и говорим, что, да, есть буддисты, есть мусульмане, есть кто угодно, но нету Иисуса Христа ни у кого, понимаете, нету. Тот план, который Иисус сделал, вот ту проблему, которую Бог решил, он только через Христа решил, потому что он вот, ну, своим сыном за все заплатил, и заплатил не просто вот непонятно за что заплатил, но для того, чтобы, там очень много сути и смысла в этой жертве. И нам просто нужно... Воскресил. Да, и еще воскресил, ну туда нам пока... Да, и как бы доказал тем, что это сын Божий, воскресив его из мертвых, потому что это тоже очень важный принципиальный момент. И вот про жертву здесь еще такой смысл, хотел так добавить немножко, потому что мы с этим столкнемся однажды еще, что жертва, что такое жертва вообще, откуда она взялась, почему вот она взялась. Однажды Бог принял жертву, помните, у Каина, у Авеля, да? И это тоже на самом деле, что принял Бог у Авеля? Знаете, что? Вот знаете, такое ощущение, ты когда смотришь на Каина и Авеля, что как будто просто одному повезло, а другому не повезло. Просто вот я не понимал сначала, почему Бог у одного принял, а другого не принял. И в принципе там так просто и написано. Но там написано, кто что принес, понимаете? И один принес от плодов земли, фрукты, овощи, я не знаю что, а другой принес от стада овец, другой принес овцу. Другими словами, он принес кровь, он принес символ, он принес откровение, то, которое Бог заложил, потому что вот Иисус есть агнец закланный. И даже написано, что он заклан до, ну, изначально вообще, понимаете? Изначально на это предопределен. И вот Авель, каким-то образом он проникает в эту тайну, да? Мы можем тоже об этом потом как-нибудь поговорить. Но для меня смысл принятия Богом жертвы Авеля заключается в откровении. Что Авель был человеком с откровением, понимаете? Каин был человеком, исполняющим наружные вещи. Каин был человеком, который здесь ходит. Но Авель, он зашел сюда, понимаете? И поэтому жертва его была принята. И это тоже очень важные смыслы, очень важные символы. И почему он опять же угадал? Потому что жертва, смысл жертвы заключается лишь в одном – смерть. Понимаете? Смерть. Потому что написано «плата за грех смерть». Если ты сделаешь то, что Бог сказал не делать, да? В то время смертью умрешь. И поэтому единственное, что может, как бы, так сказать, покрыть этот поступок, да? Или этот смысл, который мы делаем в виде греха – это смерть. И Авель принес смерть. И смысл жертвы – она в смерти. Но что делает человек? Что произошло с нами, с людьми? Знаете, как развивалось вот это вот жертвоприношение? Они знали, что смерть, козленка, голубицу и так далее. Но они приходили в храм, но не все же занимались скотоводством, да? И поэтому они просто покупали жертву. Покупали вот эту жертву и все. А потом зачем покупать уже? Правильно? Можно просто сразу деньгами напрямую, потом карточкой провести. Понимаете? То есть мы видим изменение смысла вещей, сути вещей. То, что была смерть, которая должна была напоминать о крайней греховности самого греха. И напоминать о смысле. Потому что именно смерть, она должна покрыть грех. А человек начал бабки платить. Начал, вот понимаете, да? Мы потеряли смысл. Мы, как бы, покупая это животное, уже не имели к нему никаких отношений. Потому что, ну, на самом деле, я вот никогда не резал никаких животных. Знаете, есть люди, они там барашков режут, свиней режут. Как ты хотел попробовать свинью зарезать? Ну, хорошо, что не попробовал. Но я могу представить, я такой человек впечатлительный. Я могу представить, что на самом деле убить и вот почувствовать вот эту смерть в момент выхода, да? Вот эти вот конвульсии, да? Когда ты там перерезаешь горло или, да, животному, да? Неприятно вам сейчас, да, это слушать. Но это так, это чуть-чуть страшно, потому что, ну, кровь проливается, жизнь покидает. И вот эти вот, понимаете, предсмертные судороги, это, ну, это то, что, как бы, ну, то, что хочет, как, то, что есть символ смерти, понимаете? Иисус, он тоже вот, ну, страдал, он умирал, он отдавал свою полностью жизнь. А мы, а мы как эту жертву воспринимаем? Заплатить. Понимаете, мы взяли Иисуса из Нового Завета, ну, как бы, вот, да, символ Иисуса, сделали его, вроде поверили в него, сказали, да, Иисус Господь и так далее. Но принципы взяли, вот, которыми жили, как покупали дары и жертвы, так и продолжаем покупать. Как платили Богу какими-то своими вот моментами, так и продолжаем платить. Понимаете или нет? То есть для нас должна заработать смысл жертвы Иисуса Христа. То, что это на самом деле была смерть. Смерть любимого Его Сына, который прошел через агонию, прошел через страдания, которые, вот, ну, человек должен просто понять, осознать. А для нас иногда так все легко. И вот поэтому, вот, и жертва-то тоже дана была именно вот с такой целью, чтобы напоминать людям о, как бы, вот, о смысле, о крайней греховности греха, что это вот оно, ну, оно так, что жизнь покидает, что плата за грех, она смерть. И человек должен просто вот, видя это, как-то, смысл его должен, в себя это должно приводить, понимаете? Кто ты, для чего ты на этой земле и так далее. Ну, мы так вот обошли это и все, и давай просто платить. Поэтому, помните, Иисус, Он однажды пришел в храм и просто вот всех оттуда разогнал. Понимаете? А кто там были? Там были люди, как раз вот для этого все созданы, ну, как бы сидели. Там были продавцы овец, продавцы голубей и менящики денег. Потому что, ну, ты приходишь с другой стороны, у тебя деньги другие, и тебе сразу говорят, да поменяем, не вопрос. Тебе поменяли, какую жертву? Во, во, хорошая, все, ты купил жертву. Только деньги имей просто, и все. И все, Иисус сказал, вообще не так. Вы что вообще сделали здесь? Понимаете? Вы что сделали? Ну-ка быстро все отсюда, да? И это есть образ настоящего времени. Понимаете или нет? Для меня это пророческое слово. И это продолжает жить в нас. Вот то, что я вам сейчас рисовал про Верхий Зайд, это продолжает жить в нас. Наши принципы, то, как мы относимся к Богу. Поэтому вот эта вот жертва Иисуса Христа, она не такая простая, как кажется, да? Что вот просто Иисус, скажи, призови Иисуса Господом, да, и все будет хорошо. Будет хорошо. Он придет, но Он начнет тебя открывать, начнет тебя приводить в смысле, начнет тебе открывать суть и смысл вещей, чтобы вот, ну, ты не бессмысла существовал. Потому что, вы же все понимаете, что, ну, должен же быть смысл жизни, должна же быть суть вещей, должны же быть внутри нас вещи, о которых мы видим у Иисуса, видим у апостолов, видим у настоящих верующих людей. У них это все работало, а у нас почему-то не работает, и мы с этим смирились. Остановились, сказали, ладно, все, нас достаточно, нас не надо дальше вести. Надо, надо, потому что, ну, все это вот образ настоящего времени. И там написано, что Сим, Дух Святой показывает, что в этом образе, вот в таком образе, вход сюда, он закрыт. Он закрыт. Все. Вот будешь пытаться таким образом отношения с Богом выстраивать, да, добрыми делами, платить своим хорошим поведением и так далее, без смысла, путь закрыт. Путь закрыт. Не имеет смысла. Не имеет смысла никакого. Вы еще терпите? Или мы на следующий раз остаемся? Потому что там на следующий раз еще прилично остается. Я еще хотел... Мы уже больше часа, да? Конечно. Что? Да. Конечно, это что. Продолжайте? Просто конерзный ждет. А с 18-ым салом, наверное, я еще нарежу, наверное. Может, так вы с вами. Есть очень важный момент, который я все-таки, наверное, хочу включить, потому что, ну, так я вот хотел сегодня вот во втором служении именно коней немножко отпустить, чтобы вот, ну, чтобы донести суть того все-таки, что я хочу донести, потому что, ну, еще не донес. Мы только цепляем немножко. И для меня здесь является таким самым основным борцом за смысл, за суть вещей это апостол Павел. Это апостол Павел, который вот, по моему мнению, как раз и умер за это. Он был именно... Он умер за, как бы, за смысл. Если для... Ну, можете меня... Как бы, простите меня, если кому-то это не понравится, но мы видим, что апостол Павел, он больше всех, как бы, признан Богом, что это вот... Он понял суть и смысл. Он больше всех написал писем. Бог, вот, все его размышления он включил в Новый Завет. И письма Павла и его вот размышления, те вещи, которые он достал из себя, то, как он жил, то, как он понял христианство, то, как он понял Христа, не достал никто. Потому что, ну, все остальные апостолы, они были, ну, какими-то такими своеобразными, особенными. Ну, Иоанн, он тоже особенный апостол, но он просто о других вещах говорил. Он там о любви много говорил, о вере. Петр, он тоже своеобразный, но все они так, на мой взгляд, таки были ближе к молоку, ближе, как бы, вот, к такому христианству, как мы привыкли его понимать. Но апостол Павел полез в такую глубину просто, ему стали открываться такие смыслы, и он просто вот за этот смысл он отдал всю свою жизнь. Потому что Петр и остальные апостолы, они умерли за креста. Они умерли за креста, их там сожгли, распяли, отрубили голову, именно за то, что вот они просто напрямую говорили, что Иисус, Христос, Господь и так далее. Но Павла распяли, ну, как бы распяли, приговорили как бы к смерти и охотились за ним вот эти евреи, иудеи. И просто вот настолько они за ним охотились, настолько они вот вообще не хотели его отпустить. Ну, помните, нет, там 40 человек однажды просто сказали, не есть, не пить не будем, пока не убьем Павла. Понимаете, просто это же серьезно. Представьте, вот как он, какую войну, какую борьбу вел человек. Понимаете, и эти же евреи, эти же, да, люди, они против Петра и остальных апостолов особо ничего не имели. Они жили там в Иерусалиме, все когда-то пересекались. И понимаете, что они, в принципе, против Иисуса Христа, значит, тоже не имели ничего. Но вот против Павла они имели очень сильно. И до такой степени, что вот просто хотели его убить. И почему? Почему? И для меня здесь просто Павел такой молодец, потому что для меня он просто вот зарубился здесь не на жизнь, а на смерть за смысл Евангелия. За донесение сути и смысла. Знаете, на чем там заруба произошла основная с ними? На обрезании. На обрезании и необрезании. Они просто не смогли переварить его откровения и того, что вот он начал говорить, что обрезание и необрезание не имеет значения. Вы представляете? Вы представляете, что он сказал вообще? Еврей, от евреев и вдруг говорит такие вещи. Потому что это просто звучало тогда, как просто, я не знаю что. Ересь. Даже Петр, наверное, тоже, может быть, он частично про это сказал, что Павел там говорит что-то не до конца понятное, но он брат. И как бы вот Петру было открыто, что Павел это на самом деле очень духовный человек, настоящий. Но и что же такое обрезание? Это завет, который Бог дал своему народу однажды в древние времена. Для того, чтобы им было написано вот завет вечный, который я ставлю с тобой. И в чем он заключался? То, что каждый младенец мужского пола должен был пройти через обряд обрезания, через отрезание крайней плоти. Чуть-чуть просто отрезали крайней плоти. И все, евреи настолько вот в это впитали в себя, настолько в это все поверили, что все, голова отказывалась думать дальше. И на самом деле это очень серьезный момент, что когда люди считают себя верующими, а голова думать отказывается. Понимаете? Голова думать отказывается. Они просто вот исполняют то, что они должны исполнить. То, что они написали. Но Павел, Вы представляете, Павел, он доходит в своем познании Иисуса Христа, ведь у Павла не было послания к Галатам, понимаете, ему не на что было опереться, не было послания к эфесянам, не было послания к римлянам, не было нового завета, понимаете, апостол Павел получает откровение о том, что на самом деле вот этот завет, который был, который есть символ обрезания, это всего лишь символ, данный на определенное время для того, чтобы вот показать людям, на что способны сами люди и что хочет Бог, понимаете, потому что вот это вот обрезание, это помните, мы с вами говорили, что означает слово святой, слово святой означает отделенный, особенный, отделенный от именно других, какой-то не такой, как другие, да, и вот это вот обрезание, по сути, это и есть символ, ну как бы, вот как я понимаю, вот этой святости, святости, которая достигается человеческими усилиями, усилиями что что же может сделать человек на самом деле со своей вот как не быть как быть менее плотским человек вот чуть-чуть отрезать и и уже менее плотской человек получается меньше чуть чуть плоти чуть легче чуть-чуть духовнее понимаете и вы представляете как павел об этом подумал ведь мы сейчас смеемся над этим и мы понимаем что это символ что это определенный что эта вещь она не может на самом деле тебя никак к богу не приблизить не удалить правильно или нет мы взрослые люди живущие в 21 веке мы это понимаем адекватно но тогда так не было тогда так не было и тогда это было просто вот ну какая-то такая очень сильная религия очень сильный обряд то что научили отцы то что передали то за что нужно держаться то что нужно охранять то за что нужно умирать то за что нужно убивать и павел одним откровением противостоит всему этому вот представьте какой машина павел просто как просто человек и для меня поэтому павел является вот этим особенным человеком который просто дал нам такое направление в нашем христианстве вообще в христианстве смотреть в суть и смотреть в смысл и доставать смысл на самом деле из вещей потому что мы знаем да есть такое слово то что закон убивает буква убивает что такое буква это буквальный смысл вот буквальный смысл если мы попытаемся вот библию исполнять буквально это нас убьет понимаете это нас убьет потому что человек не может это исполнять но если мы достанем смысл из этого и если мы сможем применить эту жертву иисуса христа так как он бог ее запланировал в наших жизнях перед богом это другой уровень это другое понимание то другие мозги это другое отношение к жизни это совершенно другие эмоции это другая сила это просто ну это на самом деле когда откровение работает и для меня вот здесь павел это просто просто такой золотой человек который вот просто он он за это поборолся представляете ему нужно было нужно было просто сказать ладно обрезать я пойду христа пробоведовать а он сказал если вы обрежетесь тут вам от христа никакой пользы не будет понимаете просто потому что он за смысл зацепился он за суть зацепился он поборолся за это и он понимал что ему за это придется скорее всего умереть просто вот за то что он поборолся за смысл пойти он не ему не нужно было уже умирать за христа как за христа да ну вот за этот смысл он стоял до конца поэтому насколько важен смысл поэтому насколько бог нам показывает вот через письма павла через то то кто он стал и я бы не хотел вам дать такую модель чтобы вы начали боготворить павла потому что ну павел бы этого не хотел на еще павел бы хотел чтобы все стали такие как он с таким пониманием чтобы все научились применять откровение божье на практике чтобы мы не буквальный смысл написанного верили а чтобы мы вот именно смысл и суть вещей разобрались что такое что такое религия что такое вот обряды не имеющие никакого смысла и что такое настоящая жертва иисуса христа и павел был весь в этом и павел был такой особенный человек что он уж кто кто а он вот эту всю штуку прошел понимаете на своей собственной жизни и он там достиг очень многих вещей я хочу вам прочитать давайте мы откроем филиппийцам третью главу со второго стиха он пишет берегитесь псов берегитесь злых делателей берегитесь обрезания потому что обрезанием мы служащий богу духом и хвалящийся христом иисусом и не на плоть надеющимся хотя я могу надеяться и на плоть если кто другой думает надеяться на плоти той более я я обрезанный в восьмой день из рода израилева колено вениаминова еврей от евреев по учению фарисеев по ревности гонитель церкви божий по правде законный непорочный но что было для меня преимуществом то ради христа я почел читаю да и все почитаю читаю ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него и от всего отказался и все почитаю за сорт чтобы приобрести христа и найтись в нем не за своей праведностью которая от закона но стою который через веру во христа с праведностью от бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуя смерть его чтобы достигнуть воскресения мертвых вы понимаете что пишет павел нет он год я через все это прошел я вот это вот все исполнил мало того что я он не пишет нам что он пробовал делал и так далее он шел он шел он жизнь этому посвятил он всю свою первую половину своей жизни посвятил вот этим вот ступеням вот этому достижению и знаете что он сказал что вот теперь после этого вот я это все чуть почитаю за сок то чего я достигал то как я думал то как ценно да все свои вот эти жертвы все свои все свои вещи все свое понимание как я это понимал как я это осознавал что для меня было он говорит приобретением то я ныне почитаю за пм我要 просто за мусор понимаете и и под поэтому вот и все и я понял говорит все во христе все и поэтому я хочу только туда вам говорит на то что я все почитаю ради превосходства познания христа иисуса понимаете у меня просто гв за христа а я все почитаю за сор ради чего ради превосходства восходство познаний это о чем говорит тоже об откровении это говорит о том что вот ну мне настолько вот нравится познавать я настолько вижу в этом смысл и суть что вот просто я от всего отказался что вот в этом есть настолько много настолько это действительно клад настолько это сокровище настолько там много не пустоты а именно настоящего что я просто вот весь туда и все и можно можно так это назвать да что это какой-то вот религиозный фанатизм там и так далее но ничего общего с этим не имеет вот как раз вера без креста вера без смысла она может явиться вот этим религиозным фанатизмом и вести человека не туда вот и еще такие вот стихи хотел прочитать про кто как павел что ценил павел 2 2 коринфянам 12 глава в теме о том что мы говорим об откровении говорим о сути а смысла осмыслить он будет не полезно с первого стиха 12 глава 2 коринфянам не полезно хвалиться мне ибо я приду к видением и откровением господь мне не полезно хронится потому что если я начну хвалиться чем я начну в полицию видениями и откровениями то есть это потому что вот я сказал сегодня что что есть сокровище что из сокровища которое мы нам можем накапливать во время своей земной жизни но они будут накапливаться там и их украсть никто не можете павелoker если я ну калица начнутая начну хвалиться откровениями и дальше он говорит то что 7 стих известная вещь для вас для всех но именно поэтому ему и было дано жало вплоть и чтобы я не провозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился поэтому вот ну на самом деле это к тому что насколько ценна откровение насколько человек его осознает насколько человек его ценит что даже вот ему он понимает что ему жало вплоть как раз да ну для того чтобы откровения они просто вот не не улетел он с них потому что на самом деле это это и есть суть и смысл есть радость и не только и все остальное поэтому давайте следующий раз мы еще продолжим про это говорить то что мы посмотрим все таки что лежало в ковчеге какие вещи какие элементы там лежали как это именно работает на практике и как на практике нам получать откровения ну я там какие-то свои моменты но также покажу что могут быть свои моменты у каждого но принципы в принципе они часто совпадают потому что ну я уже чуть-чуть научился и могу чуть-чуть сказать как вот как они вот как их захватывать все таки как их как их себя засовывать как их открывать как пользоваться этими ключами потому что это этим очень практическая вещь тоже все спасибо вам